И всем привет, дорогие друзья, с вами Рикард. Сегодня мы продолжаем проходить модификацию для визуальной новеллы «Зайчик» под названием «Зайчик. Другая история». Вот, что я хотел сказать. Продолжаем с того же места, потому что я записывал подряд этого видоса. Вот, так что, ну все, продолжаем. Вот мы сейчас компашкой Рома, Бяша и Антон идем к Антону домой. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Переминаясь ноги на ногу, мне ничего не стало, как согласиться. Как с таким крохотом можно зайти тихо вообще-то? Обувь, как я понимаю, с собой, да? Или куда еще? Ух ты, с этой стороны мы еще не видели. Какой-то дворец диснеевский. Ну, что там за журальчик лежит, я не знаю. Скромненько, конечно, скромненько. Ну, именно с этой стороны. Как-то стойка будто выглядела менее скромно. Ладно. Просторненько, на. Вижу, художествами занимаешься. Рома кивнул головой в сторону моего стола. Ну, да так, рисую. Я бы посмотрел, как ты рисуешь. По дереву паяльником взгана. Маме на день рождения тюльпан на доске разделочный замутил. Красава. В общем, рад познакомиться с художником. Ой, только давайте не будем обниматься на радость. Ой, пеший вопрос лучший. Мы тут не чай попить пришли, а разговоры деловые разговаривать. Да? Бизнесменом заделался нам. Точно. Ты же еще не знаешь об Антохинах похождениях. Да ты же запетушился рассказать браткуна. Успокойся уже. Сейчас расскажем тебе все. В общем, мы ходили в... Рома неодобрительно на меня посмотрел. Ходили мы, короче, к дому того мужика, о котором я тебе рассказывал. Ну-ка, на. Наслить его-нибудь? А, типа, Бяшу не смудить, что его в итоге не взяли с собой в дом? В дом уже. Да, записку. Она у Ромы. А ну-ка, пакешь. Рома передал записку Бяше. Попался, говнарина. Не, просто реально, лучшая озвучка, конечно, у Бяши. Я вам отвечаю. Ну и у Кати, конечно же. Это ее. Да-да-да. Ох. Это неописуемо. Да, братан. Улика вещественная. Тоха нашел, кстати. Красава, Тоток. И че нам с этими каракулями делать? Пока попридержим. Если опять движ какой начнется, тогда уже в ход. А может уже не актуально будет. Ну да. Можно и так поступить. Можно и так поступить. Ой. Что ж, я определенно дурак, потому что я думал, я память очистил. А я, оказывается, не туда немного заходил и нифига я ее не очистил. Я дурачок. То есть я все это удалил. Оно у меня лежало. Ну короче. Короче, я думал, что очистил. На самом деле я сам себя обманул. Я дурачок. Вот. Из-за этого запись прервалась. В общем, продолжаем. Все нормально. Ребята резко подскочили и встали по стойке смирно. Петли заскрипели и дверь послушно открылась. На пороге стояла сестренка и своими большими лучистыми глазами с удивлением смотрела на незваных гостей. Шоботом обратился ко мне Бяша. Здравствуйте. Че? Так, Оль же. А где обращение Бяши? Следующее. Каково это увидеть незнакомцев впервые за столь долгое время, так еще и в комнате своего брата. Привет. Привет, Оль. Интересное за их взаимодействием сейчас посмотрели будет, конечно. Я тут за кисточкой зашла. Ну я и говорю, вот. А с такой же целью вдруг вот, не знаю, зайдет мать там вон кружку помыть. Ну кто знает, что за... ну с какой целью нам может все зайти. В любой момент же. Антош, а ты почему не в школе? Уроки ради закончились? Да так, дела появились. Да только маме не рассказывай. Да я и не собиралась, к тому же она спит. Спасибо. А как закончишь, нарисуешь мне динозаврика? Ну, которого ты обещала еще давно нарисовать. Мои еще щеки предельски залили, и я украдко взгляну на друзей. Да, да, нарисую. Не, ну я думаю, обычно для таких пацанов, типа, семья это святое, это вообще главное крутое. Вот, и поэтому, думаю, ничего прям последнего-то нет. И я сидел в динозавре, то у тебя стоит динозавр. Так что поздно я подмазывался. Ну, опять же, я не знаю, динозавры насколько крутым увлечением считаются для них. Произвучало это достаточно нервно. А не должно. Рома даже как-то странно посмотрел на меня. Вот я и говорю, для них такое непозволительно. Спасибо, Антоша. Ну, ладно, я пошла. Оля, говоришь? Сестра твоя? Да. А че ты раньше не сказал про сестру-то? Ну, типа, не было возможности. А что у него написано? Абидас? Я только сейчас обратил на это внимание, на самом деле. Вот, серьезно. Это вроде одежда-то из оригинальной игры, но я вообще не помню. Может, он тебе еще раз скажет, где ключи от дома лежат? Рома быстро осадил бяшу, но затем задумался. Поводив глазами по полу, он сказал. Извини, братан, что гнали на тебя тогда в лесу. А че ты вдруг решил это вспомнить? К чему это сейчас, вот я тоже не помню. Да ничего, я не злопамятный. Если б раньше знал. В общем, если с тобой или твоей сестрой что случится, а в наше время это не редкость, то зови. Я всю эту дыру на уши поставлю вместе с братвой. И братва у меня еще кто-то есть. Даже Беша удивился Роми на щедрости. Обязательно обращусь. Спасибо. Интересно, что этот триггернул с Соли. Ну. Да не за что, братан. Ну, может. Ну ладно, посмотрим. Ну ладно. Нам же пора идти. А че пришли вообще так быстро? Только даже ничего и не обсудили. Хорошо. Можешь не провожать. Мы сами тихо дойдем. Окей. Давай, Тоха, до встречи. Ребята поспешно вышли из комнаты, старо сильно не скрипя деревянными досками пола. Странно это все. Но хотя бы теперь мы знаем, как будем использовать записку. Надеюсь, я проглял в школу не зря. Жаль, что если Оля и не расскажет маме об этом, то учительница думает точно это сделать. Как бы то ни было, сейчас я должен был сидеть как мышка. И рисовать сестре динозаврика. Че еще там в рассвете намечается? А, намечается потихоньку, потихоньку. И давно ей обещал. Я давно ей обещал. А обещание надо выполнять, как говорил папа. На туре-то... А, я хочу сказать, так быстро потянуть все пошло. Просто понял, что пять минут это второй ролик уже. Набор номер один акварельных красок Ленинград. Ленинград это так называются они или что? Ну да, думаю, не название же города, откуда они прибыли, написано таким крупным планом. Вот, я просто к тому хотел сказать, что Ленинграда это уж к тому моменту не было. Это уже Санкт-Петербург. Еще фоточка тут. Но тут изменили. Здесь как-то иначе было до этого. Здесь как будто вообще ничего не было, кроме вот листа. Альбом еще? Альбом еще? Нет. Ну и понеслась. Так намного лучше. Сестра будет довольна моим рисунком. Да. Ну, речи, речи. Что скребак? Я поспешил вырвать лист из альбома, но сделали бы хотя бы погромче звук. Это не то, что я хотел нарисовать. Ну, вроде и очень красиво, но что-то не то. Эх, совсем настроение. Позже займусь этим. Кстати, там ластик этот со слоном был. У меня таких раньше очень много было. Ну, больше вот где-то в начальной школе. Вот прям в самом начале. Вот в первом каких-то классах. Может еще в начале старшей школы, но... А сейчас хотелось бы расслабиться. Кстати. Я слышала, как мальчишки ушли. Сейчас. А как скрывается эта феня? А, вот так. Вообще, когда показывали с другой стороны, здесь стена уже была. Вот здесь. Кровать и тумбочка стояли вплотную к стене. Антон, ты где стоишь? Ну и тем более, опять же, не должно быть ей видно так тумбочку. Потому что она вплотную к стене стоит. Ну, в общем, ладно. Мелочи. Фон все равно хороший там был. Не заметишь даже разницу, что он нарисован другими людьми. Да, заходи. Оля подошла ко мне поближе. А кто это был? Да так. Друзья новые. Ого! Сразу два новых друга! Везет тебе. А меня отсюда никуда не выпускают. Кстати, а почему ее не выпускают-то? Тоже непонятно. Сижу здесь в заперти. Косу отращиваю. Может, когда-нибудь по ней спущусь. Тегатый Рапунцер. Чет зала к седлу. Слова Оли тут же навеяли воспоминаниями... Тут же навеяли воспоминания о том большом раскидистом дереве. Что вот так это дерево задевает? Оленька, не переживай. Скоро все плохое уйдет. Наступит весна, и мы вместе пойдем гулять. А в зоопарк пойдем? Конечно, куда захочешь. Думаю, здесь нет зоопарка. Надо будет ехать куда-нибудь. Ну, до весны еще долго ждать. У них январь. Середина января. Не переживай. Время быстро пролетит. И до тех пор я буду всегда вместе с тобой. Обещаешь? Обещаю. Оля обняла меня сильнее. Я обязан быть для нее хорошим братом. Спасибо, Антоша. Бедная ты совсем, Оленька. Нужно придумать тебе новое развлечение. Может, я поучу тебя рисовать? Ой. Неправильно подышал. Так-то ведь на натуре жалко ее так. То есть, отец где-то там по своим делам шастает непонятно каким. Работа, не работа. Мать дрыхнет. Не знаю, работать надо или нет. Мать дрыхнет. Брат там в школе. А она своими днями просидит дома. Что ей делать? Особенно в конце 90-х. Чем ей заняться? Кроме как по миллиарду раз мультики смотреть. Рисовать и играть. Нет, конечно. В принципе, ей 6 лет вроде. Хотя она слишком смешленная 6 лет. Ну, типа спорно. Типа, конечно, играть в игрушки это еще нормальная тема. Я вообще очень долго играл. Но сейчас она меньше играет. Потому что, опять же, сейчас гаджеты. Но все же. И что получается? Да, это долго. Ну, можно так разрешено. Но если нет никого все равно. Тупо составляете компанию. Это грустно. Но ей повезло, что у нее есть хотя бы Антон. Но, опять же. Когда его нет дома. Как быть? Блин, теперь я не... Подождите. 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 Ага. Сколько там? Там 4 минуты видос. Первый. Все. Ну, чтобы я знал, сколько у меня суммарно видос выходит. Чтобы знать, когда заканчивать. 4 минуты надо припульсовывать. Запомнил. Так. Теперь все хорошо. Все хорошо. Все замечательно. Ты же знаешь, какая я глупенькая еще. Ничегошеньки не понимаю. Ты чего так себя заболела? Уныешь, что ли, когда ты так сказал? Ты чего такое говоришь? Ты самая умная девочка из всех. И если ты задашь себе цель, то ты ее обязательно достигнешь. Ну, в принципе, все ради. Вот она умненькая, но она немного капризненькая. Это... Ну, я такой вывод сделал, когда... Финал 4 эпизода с Санта Клаусом. Насчет этих конфет она там довольно капризная. На этом плане. И именно из-за того, что она такая немного капризненькая. И там еще у нее такая улыбка печальная. Ну, точнее, когда-то надо выбрать, взять конфеты или нет. То есть, если мы наводимся на не брать конфеты, она такая... Поэтому я первый раз вышел именно на концовку, где я согласился взять конфеты. Вот. Чисто потому что, ну, я не хотел ее расстраивать. Я даже... Ну, короче, видел там. Кто-то так же сделал, короче. Тоже чисто из-за того, что не хотел себя расстраивать. Взяли конфеты. Хотя, по-любому, что там понимали, что вот я понимал, что по-любому лучше не брать. Главное, верь в себя, Оленька. Антоша, ты хороший. Спасибо. Да что там? Ну, ладно, я побежала. Я тут кассету нашла под кроватью с новыми мультиками. А ты давай динозаврику рисуй. А как она так внезапно нашла новую кассету с новыми мультиками? Что за кровать, которая спаунит? Че? Че здесь мелькает? Ладно. Вот как будто вот тут, в этом примерно месте, как будто мелькает свет как будто. Товажно мелькал. Быстро же она убежала. Еще совсем беззаботная девочка. Не повезло ей. Она заслуживала большего, чем имела сейчас. Она заслуживала безлимитный пропуск в Диснейленд. Хотя, по-хорошему, я его тоже заслужил. Не знаю, попаду ли я туда до совершеннолетия. Но знаю, что точно поеду туда, когда буду взрослым. Вместе с Олей. И, возможно, с Полиной. А почему не с Алисой? Мы все-таки в руке Алисы. Ну, по факту, должно быть. Ладно, пора оставить свои мечты и перейти к настоящим проблемам. Сегодня папа должен приехать пораньше. Надо будет у него спросить про того мужика. Может, видел его где. Вау. Разглубать будут. Главное не разболтать о том, что я лазил в чужом гараже. Да и к тому же воровал. Черт. Это же записка, адресованная кому-то. Значит, в этот гараж должен был кто-то прийти. А-а-а. А-а, вон чем я прикол. Я думал, как-то, ну, типа, она ему уже стала не нужна, и он как бы ее бросил. То есть... А-а-а. Что же делать? Записку уже обратно не вернуть. Надо завтра в школе рассказать об этом ромке. Я вот сейчас подумал, надо этот выбор, типа, отнести записку обратно или нет. Я бы ни за что не отнес. Вы что-то обманутый. Не-не-не-не-не. Один раз влезли, второй лучше не надо особенно. Короче, нет. А вдруг к нам явятся люди с оружием. Будут требовать деньги за утерянную информацию. Так, спокойно. Соберись, Антон. Ты не трус. Никто ничего не знает. Все, я бы так сказал. Ну, кстати, а где сейчас эта записка? Вот. Если она у нас, то лучше ее будем спрятать. Ага. Куликов. Что бы ни произошло, никогда не бойся. Все будет хорошо. Папа сильный. Он защитит нас от кого угодно. Главное, верить. Ладно, пора бы уже заняться делами. А то стою тут посреди комнаты и плачусь на саму себе. Увидел бы это Полина. Что ты о Полине-то думаешь? Или Катя. Ух ты. Что бы она сказала? Почему меня это вообще волнует? Может, кого-нибудь нарисуешь из тяночек? Я присылал на кровати. Рисовать настроение нет. Читать тоже. Учить пропущенное в школе тем более. Да и прохладно как-то в доме. Из-за этого клонила в сон. Вставай, лентяй! Давай, давай! Услышав приказной тон сестры, я нехотя открыл глаза. Папа приехал! Правда? Ага. А еще он привез мне огромный чуб с жвачкой. Пойду поздороваюсь. Не надо тянет все-таки озвучить. Потому что они еще не сразу же начинают говорить. Так, Антон, бери эту коробку и неси в кладовку. Только осторожно, там банки. Это та самозаписка с номером или нет? Я уже забыл как она выглядела просто. Ладно. Не успев зайти в комнату, я уже получил новое задание. Ничего не поделаешь. Хорошо, мам. Я взял с полувесец эту коробку и понес к кладовке. Покажите кладовку. А, так это выглядит. Вот и все. Да, очень важно здесь это было. Мам, а где папа? Оля сказала, что он уже приехал. На улице колесо качает. Скоро вернется. Ты почему, кстати, так рано со школы пришел? Я отвел взгляд. Да я это... Короткий день был в общем. Учительница не смогла прийти. Да, понесло тебя уже. Что это за школа такая, в которую даже учителя не хотят ходить? Что уж о детях говорить. Бардак. Сняв фартук, мама пошла составлять какой-то список. Ну, я свое дело сделал, можно идти в отступление. Привет, пап. Нифига он счастливый. Он такой счастливый был только во сне. Привет, Антошка. Как у тебя дела? Как успехи в школе? Нашел, наконец, друзей себе? Даже как-то не комфорт немного стало, что он такой... Жизнерадостный. Ну или подружку может. У него сегодня явно случилось что-то хорошее. А прикиньте он с ним. Ну есть же теория, типа, что батя бандит. Ну че... Ну да, все-таки теория остается неподтвержденной. Вот что, типа, батя бандит. И из-за того, что кому-то там перешел дорогу, теперь они здесь. Вот. Хотя это даже не совсем теория. Там частично все-таки это подтверждается. Ну ладно. Вот. И... Ну, значит, Зайчик Гудбы тоже есть всякие теории. И... Что он либо за батей следит. Либо он предыдущий чел на роль зайчика. Вот. А что если, типа, батя с ним криминальные дела будет? Ну хотя че, он счастливый тогда записку уже не получил. Друзей двух нашел. Вроде хорошие ребята. Ты про тех, кто тебе рассказал тогда вечером? Да, они. Молодцы ребята. Не бросили друга на холоде. Но молодцы не во всем. Папа что-то знает. Знает, какие они на самом деле. Когда я заезжал в магазин, учительницу твою встретил. Она остановила меня. Спалился парень. Волнение немного отпустило меня. Хотя сейчас я и поучу, но хотя бы не за то, что веду дела с хулиганами. И что сказала? Это я у тебя и хочу спросить. Ну, что я школу прогулял. Мне нравится, что одна самая главная угроза это мама в этом плане. Ой, я с опаской вернулся, чтобы убедиться в том, что мама рядом не была. Вот молодец. Сам сознался в содеянном. На первый раз маме не рассказываю. Но еще раз подобное случится, получишь и от меня, и от мамы. А друзья твои... О, нет. Чем-то на бандюганов смахивают. Я тоже в детстве под бандюгана косил. Не могу даже и представить этого. Мой папа бандит. Ты ствол видел у него башни... А, или не видел? Нет, видел? Посмотрите, как в руке Полина все проходит? Находит батя. А в руке... В любом случае батя находит, получается, да? Ну да. Или нет? Или да? Только там три варианта. Я не помню. Ну, вроде в любом случае батя находит. И там ствол в машине. Мой папа бандит. Дети, они такие. Ну да. Нужно спросить о подозрительном мужчине. Или не стоит? Может, отец с ним был знаком? Слушай, а ты не видел случаем одного мужчину? У него лицо такое сморщенное, и губа будто заячья. Да, замечал такого недавно. Мимо школы проходил, оглядывался еще, будто вор на базаре. Все-таки не... Не делал какие-то дела вместе. Ну, хотя, может, он так отдает для увлечения внимания, и умело виду не подает, что шарит. А что, он тебе насолил чем-то? Да нет, просто подозрительный он какой-то. Это правильно, сын. Всегда запоминай подобных. Научись замечать детали, которые могут рассказать про них самих. В будущем тебе это пригодится. Не повторяй ошибок отца. Хорошо, пап. Ну ладно, я пойду в свою комнату. И это... Не забывай с сестрой играть. Ей тут очень одиноко, а на улице слишком опасно. Может, батя что-нибудь знает о происходящем здесь? Мы и тебя сначала хотели дома. Может, они волк понимают? Слушайте, я впервые об этом задумался. А может, мамка с батей вообще шарятся, что происходит? Вот. Хотя... Они, думаю, здесь тогда точно не оставались бы. Типа... Хоть и там бандиты охотятся за батей, но... Лучше уж куда-нибудь в другом место свалить, что-нибудь другое придумать, но не находиться в таком опасном месте. Ладно. Слишком тут зверей много диких. Ну, сам понимаешь, школа есть школа. От нее не скрыться. Лес здесь мрачный, точно небезопасный. Поэтому, чтобы больше я тебя там не видел. Так тут кругом лес. Даже школа у дорога ведет через лес. Да, пап. Ну, это херня, он сам понимает, что... Все дети и в запретных местах шастают, и... Ну, короче, это безусловно. Значит, сегодня этот мужик уже был возле школы. Что он там разнюхивает? Ему кто-то нужен? Надеюсь, не я и не мои друзья. И не Полина. Можно ли назвать ее другом? Она очень располагает к себе. Так и хочется быть рядом с ней каждую минуту. Ну, классной девочкой ее назвать можно точно. Кстати, сейчас такое задумался. Так, а в третьем эпизоде что вообще происходило? Вот четвертый? Я помню. А что в третьем было? Ну, точно там Тихонов приходил в школу, мы рисовали портрет. А, значит, камень, ножницы, бумага, все-таки третий эпизод. Может, это тогда же было. Следующий же пример. Это третий. Окей. Просто... В основном все равно с Полиной большая часть взаимодействия, она идет в четвертом эпизоде, кажется. Третий, как бы, скип. А что вообще в третьем, говорю, происходит? Я все забыл, я забыл. А это у меня 20 часов наиграно. Ммм, да. Классно наиграл. Ну, классная девочка, ее назвать можно точно. Но, мой ли она уровень? Что за фраза? Меня всегда еще такой бесил, еще в анимешке, как в основном такое говорят. Не мой уровень, что это значит? Не знаю, выясним позже. А сейчас нужно было заняться динозавриком Молли. Ааа, рассвет намекается. Видите, уже синее небо, потихоньку становится. Хорошо. Целый день я помогал маме разбирать старые коробки. Вместе с папой мы таскали вещи наверх, а мама их сортировала. День выдался спокойно. Оля радостно смотрела новые мультики, а мы с папой дружно переговаривались во время работы. И ссор сегодня никаких не было. Надеюсь, все будет хорошо. Обычно после этого начинается жесть. Итак, ночь. Вечер. Все дела на сегодня завершены. Я не сильно устал, но все же стоило отдохнуть. Родители спят, Оля тоже. Порай мне. Была вторая сказка на ночь. Окей, просто можно было сразу все это скипнуть. Ладно. Без понятия опять же, сколько сидит глав. Ну что, идем? Сколько здесь глав? Ну ладно. Надо будет после отчеркнуть. То есть я сейчас записываю. Может быть я еще одну запишу. Ну не знаю, посмотрим. Вот. Вот. Там надо будет посмотреть все-таки сколько частей. Ой, сколько глав. Вот. Идем. Извини, что заставила тебя так долго ждать. Все-таки здесь нет разделения по эпизоду. Меня обманули. Ничего страшного. Только разделения по главам. Но они короче, чем эпизоды. Примерно в раза в два. Ну если и судить по... Они главы здесь в два раза короче, чем эпизоды в оригинальной игре. Вот так. Это того стоило. Давай прогуляемся по лесу. Лес? Почему именно он? Все эти недавние события я бы в прошлый раз не совался. Почему тебя сны о Полине? А почему именно лес? Почему ты столько думаешь о Полине? Чем? В этом поселке нет мест, в которых можно спокойно уединить. Заговорив полушепотом, Полина приблизилась ко мне. И снова этот запах ежевики. Это что-то невероятное. Ты тут? О, да, прости. Думаю, ты понимаешь, здесь все друг друга знают. Сплетни и прочее. Полина стыдится меня? В ее голосе слышу изволнение, будто она что-то скрывала. Или же хотела уберечь меня от чего-то. Но ты не думай ничего такого. Ты что, чел, типа во снах шаришь за реальность? Оттуда правду вытаскиваешь? Как тут не думать? Да, я все понимаю. Я рада. Спасибо тебе, Антош. Идем? Да, пойдем. Углядываясь в ее прекрасные глаза, я... Даже не заметил, как уже шел по дороге. Под ботинками крутил белоснежный пушистый снег. Белоснежный снег. Вот так. Вот так. А в воздухе витал приятный или легкий ветерок. В нем даже чувствовать что-то особенное. Что-то весеннее. Я тут слышала кое-что. И что же? Спросил я задумчиво. Ты с Ромкой теперь сдружился? Ну да, мы общаемся. Но я не хулиган, честно. Будь с ним осторожнее. От него можно ожидать все что угодно. Обещаю, ввязываться я во что-либо не буду. Спасибо тебе. Какой-то странный сон. Повисло неловкое молчание. И говорить ничего не надо. Достаточно просто быть рядом с ней, изредка переглядываясь. Как прошел твой школьный день? Резкий и неожиданный вопрос поставил меня в ступор. Вы вроде одноклассники, поэтому... Странный вопрос. Ну... Я снова не нашел что ответить. Все как всегда. Ты даже на прямой вопрос или на что ответить? Ничего интересного. Абсолютно обычный день. Вот и у меня так же. Надоело уже так жить. А это у вас, ребят, еще только штуков. Хочется чего-то большего, чем это захолустье. Я тебя понимаю. Скучаешь по городской жизни? Не особо, если честно. Она быстро надоедает. А я бы сейчас все отдала, чтобы поехать в большой город. И особенно повидать другие страны. Повезло людям, которые живут где-нибудь во Франции или Италии. Я помню, читал книжку про Францию прошлых веков. У них было крайне неспокойно. Очень много революции и кровопролитий. Никогда не понимала, почему нельзя жить спокойно. Всегда нужно устраивать войны, погромы, революции. Глупая маленькая девочка пришла сказать. Это ужасно. Но с другой стороны, это очень романтично. Очень. Можно писать рассказы, сочинять стихи, композировать музыку. Хоть и очень грустно. Ну да. Ну да. Типичный гигачат. Это все, что я мог сказать. Краткий и довольно глупый ответ. А говорят еще кратко, сестра таланта. Ну и оп, черт. Все, хватит быть зажатым. В себе маминым сыночком. Что ты собрался делать? Перед мной стоит классная девочка, а я веду себя как хлюпик. Ты очень красивая сегодня. Я дурак. Я имел ввиду... Ну что ты не именно сегодня красивая. Нет, ты красивая и сегодня, но не именно сейчас, а всегда. Идиот. Это я хочу сказать. Тут слишком часто хотят сказать то, что я хочу сказать или повторять уже. Ну... Спасибо, Антон. Мне очень приятно. Если честно, я не ожидала от тебя такого. Где же тут застенчивый Антошка, который так мне нравился? Ах... Ну... 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 Стойте, миледи. Я отведу вас к вашему другу. Прекрасный рыцарь, я вам так благодарна. Но я не могу, простите. Без него никак. Какая же хитрая. Какая же хитрая. Я шагнул ближе. Куда же вы совсем одна в лесу? Сейчас захочет поцеловать и проснется. Не бойтесь, прекрасный рыцарь. Со мной все будет в порядке. Произнеся это по ушепотам, Полина взяла меня за руку. Мое тело напомнилось чувством. Чувством непонятными и необъяснимым. Я... Я хотел сказать тебе... Так дождневка немного, как будто ты действительно кого-то перебиваешь. Ты мне нравишься. Да ну да! Полина мило вздохнула. Как это трогательно. Хочется взяться за скрипку и сыграть мелодию своей души. Странный ответ. Как я рада, Антон. Ты мне нравишься. Тоже. Вадим! Алло! Я приоткрыл глаза. В голове крутилось лишь одно слово. Охренеть тут звук, конечно. Вот у меня полы не скрипят, потому что они не деревянные. Ну или нет, они наверно внизу-то деревянные, но все же. Вот. Но, когда я услышал эти скрипы, я реально подумал, что это у меня там в коридоре. Это капец. В голове крутилось лишь одно слово. Полина. Смотно припоминаю, чтобы мы шли по лесу. Может это сон? Теория мультивселенной? Если так, то я его совсем не запомнил. А жаль. Ладно, пройти в школу. Я надеваю очки, а следом и школьную форму. Ненавижу утро. Я вообще не представляю. Это очень тяжело вставать, когда темно. Вот. Просто когда у нас пара там в 9 утра, а для меня 9 утра, то это уже ранее. То есть у многих, представляете, там в 8-8.30. У меня в 9. То есть позднее, чем у многих. И плюс у меня подземный переход с институтом. То есть 5 минут и я уже на паре. Представляете, вот. И все равно вставать, когда еще темно на улице, это просто кошмар какой-то. Это прям одно из самых неприятных вещей в жизни. Одна из самых неприятных вещей в жизни. Я ненавижу утро. Говорит будто груз, который тянет тебя вниз. А еще утром живот крутит, будто водоворот. Только вот настроения завтракать нет. Кстати, удивительно, я даже забыл это вот здесь опять вспоминать. Забыл это чувство, когда зима, утро, и тебе надо идти на учебу. Дело в том, что, опять же, раз у меня пойдет переход. То есть я всегда иду на пары сразу же из своей комнаты. Вот. И я не иду на улицу. А вот. И я забыл уже о тех временах, когда в школе, например, то есть... То есть тебе надо одеться, выйти на улицу, пройти какой-то путь, и только потом прийти в школу, там еще переодеться. А здесь я это все не делаю. И я даже вот забыл уже это ужасное чувство, когда тебе надо утром, зимой идти на улицу. Аааа, чтобы добраться до школы. Нет, конечно, я тут сестру отводил в зимние канюкулы, но это другое. Там другая вообще ситуация. Вот просто я вот вижу вот этот кадр, типа вот эта вот заснеженность такая. Вот я прям чувствую вот этот холод, вот это вот... Вот это ощущение, что сейчас темное утро, и надо идти на улицу. Вот прям атмосфера хорошая. И я аж вот это вспомнил. И это... Так. Это мы сохраним. Давайте сходим на кухню, все-таки поесть надо. Все-таки поесть перед школой стоит. Я говорю, они даже теми же фразами говорят. Типа 12 января или... Они перелистывали просто. Вроде с ним что-то было связано, наверное, на игре, я уж не помню. Или это не здесь? Это не здесь, наверное. Или здесь все-таки? Я же не хочу, чтобы ребята на уроках слышали... Я же не хочу, чтобы ребята на уроках слышали, как урчит мой живот. Ну, оставлю... Не буду сейчас скрыться, потому что... Ну, смысл. Это подряд два действия. С помощью этого радио можно увидеть лишь старый шансон и последние новости поселка. Так как шансон никому не нравится, оно всегда плохие. Мы его не включаем. Все всегда плохие. Ау. Да, здесь, конечно, много. Это же кадр, который слитый, или типа того, или... Ну, короче, здесь как будто здесь жучка потом будет. Жучка же ее зовут, да? Недолго думая, я схватил банку сгущенки и хлеб. В этом и соли похожи. Сгущенку оба любим. Кстати, у меня сгущенка лежит. Надо будет ее когда-нибудь уж съесть. Помню, как мама рассказывала, что я, будучи очень маленьким, выжженку ложками ел. А потом валялся в кровати и плакал. Нифига себе громкий переход. Съев второй бутерброд, я залил все водой и убрал со стола. Ты можешь потише как-нибудь. Ну все, пора в путь. Собравшись, я вышел на улицу. Здесь что-нибудь вообще изменилось от того, что я поел. Темно. Но ненадолго... Но недолго властвовать ночи. Придет рассвет и снимут лучи. А вслед за ним уже звонок на первый, нудный мой урок. Который раз прохожу здесь, и сердце начинает биться сильнее. Словно, это место для меня что-то значит. Легкое чувство волнения разлилось в грудной клетке. Что происходит? Может рассказать родителям о проблемах с сердцем? Хотя лучше не стоит. У них свои проблемы. У меня свои. Это улица. Проходя по ней, воспоминания о первой встрече с Элизей сами выбираются из глубин подсознания. Если вспомнить, это довольно... Это было довольно пугающе. Где же сейчас эта плутовка? Неужели все было лишь сном? Таким реалистичным. Не понимаю людей, встающих с утра пораньше. Возможно, это у них вошло в привычку. Работа, школа, другие дела. Удивительно, что по пути я еще никого не встретил. Однако идти даже как-то непривычно. Как бы я хотел идти в школу вместе с Полиной. И уходить домой тоже. Мечтать не вредно. А вот и школа. Но удивление слишком пустая. Ни старшеклассников, курящих на крыльце. А что, так можно, что ли? Нет машин. Никого. Может, это я пришел слишком рано? Петров, решил пораньше в школу прийти? Идеально, чтобы закончить. Я ожидал какого-то такого момента хорошего. И это хороший момент. Небольшой клиффхенгер. Разговор с Катей. Вот. Ну да. Правда. Не знаю, как я сейчас буду. Видите? О. У меня было уже какое. Плохо, плохо. Темнеет рано. Ой, светлеет рано. В общем, ладно. Это мы закончим. Думаю, все видосы примерно такой длины будут. Предыдущая часть чуть длиннее вышла, потому что я не уследил за временем. В общем, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, подпишитесь на Boosty, потому что там ролики выходят намного раньше. Вот. Ну а с вами был Рикард. Всем удачи. Хорошего дня, утра, вечера, ночи. Когда вы это не смотрели. Всем.